Доброго дня, уважаемые коллеги, с вами консультант решения Верной РФ Сергей Маслёхин. Сегодня я расскажу о таком объекте инфраструктуры, как научно-производственный центр или научно-технический центр МПЦ-НТЦ беспилотных авиационных систем. И, собственно говоря, вы узнаете, чем эта структура, МПЦ-БАС в аббревиатуре, отличается, скажем так, от набора кружков авиамодельного, аэродинамического, электроники, работотехники, там, я не знаю, какого-нибудь Ардуина или что-нибудь в этом роде, а также, допустим, там, прототипирование, аддитивки, 3D-технологии, все это вместе, да. То есть, если мы говорим про аккредитованную вот эту самую структуру, которую государство предъявляет определенные требования, да, потому что оно выдает деньги. По-другому скажу, если вы хотите получить денежные средства на создание такого научно-производственного центра БАС беспилотников, да, вот, то, соответственно, надо пройти аккредитацию и соответствовать определенным требованиям. Вот об этих требованиях мы сегодня с вами и поговорим, да. Так, значит, как известно, регламентирующий документ у нас с вами пока один, это приказ Минпромторга 2201, легко найти его в справочной системе, да. Согласно этому требованию, научно-производственный центр, это некая технологическая инфраструктура, да, еще регулируется законом о промышленной политике. Цель его, чтобы в стенах этого самого НПЦ БАС разрабатывались, испытывались, сертифицировались, серийно производились и выводились на рынок беспилотной авиационной системы. Вот и все, да. Значит, цель его основное создание. Соответственно, эта структура должна быть обеспечена зданиями, строениями, сооружениями, ну и по там приблизительным подсчетам сделана такая отсечка минимальная, не менее 2,5 тысяч квадратных метров должна быть такая штука. Соответственно, статус его прислалит Минпромторг, соответственно, надо аккредитоваться по приказу 2201. Итак, что же по приказу 2201 требуется? То есть, как минимум, как минимум, из четырех существующих типов инфраструктуры или там, скажем так, центров, объектов, да, научно-производственного центра испытаний и компетенций в области беспилотных авиационных систем, у вас должно присутствовать хотя бы два из четырех тех, которые выделяет Минпромторг, да. Минпромторг выделяет следующее. Лабораторийно-исследовательский комплекс или ЛИК, летно-испытательный центр или ЛИЦ, Центр коллективного пользования, ЦКП и иные объекты технологической инфраструктуры, да. Если первые три по названию, собственно говоря, понятны, раскрывают, но мы еще подробно разберем, то иные объекты технологической инфраструктуры должны служить следующим четырем задачам. Подготовка кадров для отрасли беспилотников, соревновательные конкурсные мероприятия, региональные отраслевые форумы выставки, ну и помощь резидентам для получения различных мер поддержки в рамках нацпроекта беспилотной авиационной системы, да. Это и констанция, и сертификация, и сопровождение, и патентование, и защита, и юридические услуги и так далее, и так далее. Ну и понятно, что инжиниринговые, технологические, маркетинговые, финансовые, и меры поддержки, финансовые, налоговые и так далее. Итак, мы сейчас будем подробно разбирать эти самые четыре объекта, да. Вот, я буду последовательно по слайдикам идти, да. Соответственно, вот эти слайдики, сразу скажу, эти все фотографии сгенерировали в нейросетках, чтобы нам не нарушать, не делать, так сказать, конфликт интересов и не нарушать конфиденциальность информации наших клиентов, да. Мы картинки конкретных их проектов выкладывать не будем, мы просто сгенерили в нейросетке шедевру, да, шедевру. Вот, потому что у нас такое правило, мы никому не продаем и не передаем результаты, ну, конфиденциальной информации у наших клиентов, а также их документацию, да. Вот, а когда нам приходится часть документации, разработанной для наших клиентов, передавать органам исполнительной власти или, там, путем участия в каких-то заявках, мы их, скажем так, рафинируем, то есть все существенное, все критичное, чувствительное, щепетильное, да, конфиденциальное, все, что хранится в производственном секрете в режиме ноу-хау или в режиме некоммерческой тайны, естественно, это ничего в конкурсную документацию, передаваемую органам власти, не передается, потому что это никаких гарантий, где это вообще может всплыть, да. Вот, соответственно, а вот уже информация, которая появляется в ходе нашей работы с клиентами, она, естественно, никуда никому не передается. Поэтому, ну, вот еще одна из причин, по которой к нам обращаются наши клиенты, они уверены, что наша информация, мы не торгуем информацией наших клиентов, и она нигде не всплывет. Так вот, значит, с чего мы начнем последовательно? Ну, допустим, первое, вот, как правило, там, как это, в бой идут одни старики, пилот-испытатель, летчик-испытатель – это одно, а техник-инженер – это, скажем так, ответственность этого человека наравне с укладкой парашюта. Выпустить в полет заведомо исправные средства, которые способны не только выполнить задачу, поставленную, да, но и вернуть живым и невредимым своего пилота и себя как единицу. Программисты для софта, для систем управления анализа данных, для управления электроникой, конструкторы, для проектирования новых образцов, беспилотников, компонентов, да, чем комплектоваться может еще? Инструменты, измерительные приборы для проведения испытаний, измерений, программное обеспечение для моделирования, естественно, анализа данных, управления испытаниями, да, система безопасности для обеспечения безопасной работы с беспилотниками, испытательным оборудованием, для цели всестороннего испытания беспилотников и так далее, и так далее. Так, это у нас был лабораторно-исследовательский комплекс, да. Теперь, что еще у нас может быть в этом самом беспилотнике? Иные объекты, да. Ну, например, одним из иных объектов, которые сюда вот не отнесешь ни к лицу, ни к ЦКП, ни к лику, наверное, да, подготовка кадров для отрасли. Ну, то есть, как правило, это учебные аудитории, учебные лаборатории или же реальные лаборатории, на которые будут возить, которые оснащены современным оборудованием для теоретического и практического обучения, некие средства обучения, в том числе мультимедийные, симуляторы полетов, программное обеспечение для моделирования, конструкции полетов, учебные пособия, методические материалы в качестве комплектации вот этого самого, скажем так, Центра по подготовке кадров для беспилотников. Ну, понятно, что компьютеры специализированные ПО и оборудованы для практических занятий, наборы и конструкторы дронов, наземных станций управления, систем связи, сотрудники Центра подготовки кадров для отрасли беспилотников, преподаватели, тренеры, тестировщики, летчики-испытатели, что называется, с опытной работой в беспилотном сфере, инженеры, технические специалисты для практического обучения, для передачи данных, передачи знаний. Так, Центр проведения соревновательных, конкурсных мероприятий. Как правило, это спецплощадки, наверное, может быть, часть летного комплекса, летно-испытательного центра, отведенного в определенные часы, дни, свободного от других испытаний для того, чтобы потестировать что-то и посоревноваться открытое-закрытое, оборудование для мониторинга, оценки результатов, камеры, система сбора данных и так далее, для вот этих самых соревновательных, конкурсных мероприятий. Ничто не так, может быть, не стимулирует и не двигает отрасль, как возможность посостязаться и достичь, как бы, это же тоже спорт, в хорошем смысле слова, преодоление препятствий и поиска, и новых достижений. Так, чем может комплектоваться Центр вот этих самых, конкурсных соревновательных мероприятий. Дроны различных типов для соревнований, систем управления связи. Вот, на моей практике иногда дронные испытания и дронные соревнования происходили и в браунфилдах, в промышленных парках, да, в закрытых комплексах, где операторы беспилотников демонстрировали фигуры высшего пилотажа и свое мастерство в управлении в закрытом пространстве, да, то есть залететь в окно, вылететь в окно и совершать фигуры пилотажа в производственном помещении, хоть и с высокими потолками, но в котором все-таки и геометрия, и встречаются опоры, вот, и встречаются и станки, и, соответственно, вот все препятствия должным образом облетать, да. Соответственно, сотрудники, скорее всего, это либо отдельные организаторы мероприятий, суды, суди, технические специалисты, но я полагаю, что этот, этот персонал будет, скорее всего, выбран среди сотрудников летно-испытательного центра, лабораторно-исследовательского комплекса и центра коллективного пользования и оборудования, да, ну, и понятно, что могут привлекаться волонтеры для помощи в проведении мероприятий, да, навигации, объяснение правил, контроль, как это в, ну, не рефери, может быть, рефери, скорее всего, там будут среди профессионалов, из профессионалов выбраны, да, а вот, скажем, какие-то, не знаю, ограничивающие флажками, например, там, или что-нибудь в этом роде, да. Так, потом, центр проведения региональных отраслевых форм и выставок, если он будет располагаться в этом научно-производственном центре, ну, возможно, это будет отдельно, да, вот, как правило, это выставочные площади для демонстрации технологий, продуктов, конференц-зал для проведения семинаров, панелевых дискуссий, форумов, тот же самый вот этих участий в соревновательных испытаниях, может быть, ничто лучше не продвигает, как само соревнование, да, чем может комплектоваться центр, комплектоваться центр региональных отраслевых форм и выставок, стенды для экспонентов, аудиовизуальное оборудование, проекты, экраны, звуковая аппаратура, инфраструктура для участников, может быть, какие-то общепит, зоны отдыха, вот, соответственно, сотрудники, наверное, закрепленные менеджеры по организации мероприятий, специалисты по пиар-маркетингу и технические специалисты для поддержки оборудования, центр помощи резидентам научно-производственного центра для получения мер поддержки, офисы, консультационные центры для работ с резидентом, ну, речь сейчас идет не о технической поддержке, не о лабораторной, не о летной, не исследовательской, да, та-то поддержка, она осуществляется в рамках вот этих перечисленных центров, да, трех лиц, ЦКП, ЛИК, вот, а меры поддержки в части юридической, маркетинга, финансовой, кадровой, инфраструктурной, IT-поддержки, может быть, да, вот, базы сведений о грантах, субсидиях, оборудование для ведения переговоров, да, сотрудники, консультанты, например, такие, как мы, по вопросам финансирования и поддержки, юристы для помощи в формировании без документов, да, вот, потом, допустим, привлекают нас для закрытия аутсорсингом определенных отсутствующих компетенций в части документального оформления НИОКР, в части оценки РИД, результатов интеллектуальной деятельности, юридическая поддержка создания объектов интеллектуальной собственности, патентования, например, да, там, разного рода свидетельств на ПО и ВМ, на программно-аппаратный комплекс, на электронику, аппаратуру, включение в реестр российскости, да, ну, то есть, в реестр продукции, произведенной на территории РФ 712 постановления, или там, бывшие 878 электроника или телекоммуникации, да, вот, соответственно, оценка уровня готовности УГТ и ТРЛ, для, которые используются для получения мер поддержки в конкурсах, да, вот, соответственно, но что еще, юридическая поддержка, бухгалтерская поддержка, сопровождение в конкурсах на получение субсидий, сопровождение в процедурах на получение налоговых льгот, разного рода аккредитации, внести ПО в реестр Минцифры российского ПО, аккредитовать IT-компанию при Минцифре, внести, как уже сказал, продукцию в реестр продукции, произведенной на территории РФ, аккредитовать дизайн центра электроники, аккредитовать центр инжиниринга, допустим, там при Минпроме, да, получить субсидию на Ниокр, получить субсидию на, ну, допустим, на те же самые пилотные партии беспилотников, да, тавтология такая получается, пилотные, имеется в виду, тестовые, да, которые проходят тестирование, это еще опытно-промышленная эксплуатация, вот, потом, значит, получить льготные займы или льготные лизинги на оборудование для беспилотников, или, например, да, вот, или на сами беспилотники, что еще здесь может быть, про налоговые льготы уже помянули, гранты на Ниокр, например, там, по линии фонда поддержки или Минцифра, Сколково, Эрфорит, СПИ, Бортник и так далее, и так далее, помощь в проведении анализа рынка, помощь в продвижении продукта, помощь в разработке сметы проекта, помощь в создании технического задания в написании, помощь в создании программ методики испытаний, помощь в разработке и доработке календарного плана, сметы, бизнес-плана, да, вот, соответственно, вот на такие вот сорсинговые услуги подряжают наших консультантов, экспертов решения верной РФ. Я уже не говорю о том, что нас подряжают и есть у нас компании-партнеры, которые являются членами СРО, которые профессионально разрабатывают мастер-планы, проектно-сметную документацию, архитектурно-планировочные решения, сметы, вот, соответственно, они уже по своим компетенциям, например, работают, да, мы с ними в паре работаем при создании проектов технопарков, промышленных парков, особо-экономических зон, промышленных кластеров, технопарков в сфере высоких технологий, экотехнопарков, агробиотехнопарков, да, промышленных индустриальных парков, разные специализации, вот, в том числе продвижение этих инфраструктурных объектов на федеральном региональном уровне и помощь в получении господдержки для девелоперских компаний, управляющих компаний и их резидентов. Обращайтесь к нашим экспертам за услугами под видео, да, в принципе, вот и на видео есть данные сайта решения верной РФ, обращайтесь, подписывайтесь на наши ресурсы, на Рутуб канал, Ютуб канал, Телеграм канал, посещайте наш сайт, смотрите новости, удачи вам в реализации ваших проектов. С вами был консультант решения верной РФ Сергей Маслёхин, удачи вам в реализации ваших проектов и те, кто занимается беспилотниками, те, кто занимается инфраструктурой, становятся резидентами там особоэкономических зон, кластеров, промышленных парков, обращайтесь, поможем, чем сможем, экспертиза у нас богатая, где-то с 2010, с 2011 года мы начали специализироваться на этой теме и опыт накопили достаточно большой. мы держим руку на пульсе практически на всех мерах господдержки для бизнеса, разбираемся во многих аспектах, жизнь заставила нас приобрести разные компетенции, несмотря на то, что начинали мы с финансово-экономической и маркетинговой, соответственно, есть и юристы, есть и технические сотрудники с техническими компетенциями, можем решать многие смежные вопросы, помимо грантов, субсидий, налоговых, льгот, возникающие в процессе, и кадровый даже документ оборот помогаем делать должностные инструкции, трудовые договора, сметы разного рода, экономические расчеты, что только нет, раздельный учет формируем, управленческий учет для этого условия, как правило, для грантов, субсидий, для налоговых, льгот. Удачи вам, успехов!